Князь Владимир Палий родился в 1897 году в семье Ольги Писталькорс и ее законного мужа. Но в обществе знали все, что реальным отцом мальчика был великий князь Павел Александрович, сын императора Александра II. Родители Владимира смогли пожениться только в 1802 году, но так как по правилам императорского дома этот брак считался морганическим и неравным, он привел великого князя в изгнание. Владимир с раннего возраста проявил свою незаурядность. Юноша был по своему призванию поэтом и загородкую жизнь успел выпустить два сборника стихотворений. Многие критики отмечали, что у него большое литературное будущее, но судьба распорядилась по-своему. Семья великого князя вернулась в Россию из-за граничной ссылки перед самой Первой мировой войной. Отец настоял, чтобы Владимир поступил в Пажевский корпус, хотя у юноши и не лежала душа к военному делу, он послушался, потому что так поступали все великие князья. Высокий и красивый молодой человек, князь Владимир Палий, очаровал весь светский Петербург. В воспоминаниях дам он навсегда остался прекрасным принцем. Когда началась война, Владимир попал на фронт в звании поручика и даже был отмечен за храбрость орденом святой Анны IV степени. «Ты весною окровавлена, но рыдать тебе нельзя, посмотри, кругом отравлена кровью черную земля». И здесь на фронте он продолжал писать стихи и даже публиковать их, только они стали гораздо чернее, чем раньше. Он видел гибель друзей, знакомых, войну, но еще более трагические события ждали его впереди. Неожиданно для всей аристократии стряслась февральская революция, а вместе с ней отречение императорской династии. Вся их привычная жизнь навсегда уходила в прошлое. Семья Владимира проживала в царском селе, где в первое время содержался под арестом император. Они могли наблюдать, как он, не обращая внимания на почти оскорбительные выкройки зевак, копал лопатой землю для самодельного огорода его дочерей. Теперь Владимир навострил свое перо против новой власти, и ему это аукнулось. Великий князь написал эпиграмму, да еще снабдил ее карикатурой на главу Временного правительства Керенского. Почти незамедлительно Владимир попал, будучи формально нечленом императорского дома, под арест. А затем, как в октябре 1917 сменилась власть, из недруга Временного правительства он превратился и в большевистского арестанта. В марте 1918 года он был вызван в ЧК Моисеем Урицким, который предложил подписать бумагу, в которой князь отказывался бы от своего отца. Надо ли говорить, что Владимир не мог совершить такого предательства и отправился в ссылку вместе с остальными Романовыми. Сначала их ждала Вятка, потом Екатеринбург, затем они оказались в Алапаевске, из которого ночью 18 июля 1918 года выехали в сопровождении большевиков в сторону деревни Нижняя Синячиха, около которой они и приняли мученическую кончину. Князь Владимир Палий, которому был всего 21 год, как и его родственники, были кинуты в заброшенную шахту, а в довершении их добили гранатами. Поэт, перед которым лежала вся жизнь, принял мученическую смерть, но память о нем жива в его стихах и в воспоминаниях о верности своему отцу и долгу. Однажды на замечании своей сестры, что он пишет стихи слишком быстро и не шлифует их, Владимир ответил, «Все мои нынешние стихи являются мне в законченном виде, исправления только вредят и нарушают их чистоту. Я должен писать. Когда мне исполнится 21, я больше не буду писать. Все, что есть во мне, я должен выразить сейчас. Потом будет слишком поздно». Субтитры создавал DimaTorzok